Память преподобного Иллариона Оптинского, уроженца Борисоглебской епархии, почтили в Новохоперске. В миру Родион Никитич Пономарев родился в пасхальную ночь с 8 на 9 апреля 1805 года. Все детство и юность его прошли в родительском доме в Новохоперском уезде. О святом и торжестве в его честь наш следующий сюжет. 150-летие со дня представления преподобного Иллариона Оптинского встретили соборной службой в храме Воскресения Христова. Литургию совершили епископ Борисоглебский Бутурлиновский Сергий и епископ Рассашанский и Острогорский Дионисий. Преподобный Илларион сыграл там тоже немалую роль. Он был учеником преподобного Макария, Диониса, был современником старца Абросия. Это великие старцы, которые вдохнули новый дух в жизни этих людей. Преподобный Оптинский старец Илларион родился в селе Ключи Воронежской губернии в семье Портнова. Когда ему исполнилось 33 года, он в течение 9 месяцев паломничал по монастырям. Наша великая земля – преподобный Илларион Оптинский. Нас связывает с ним общее место рождения. Здесь он получался основам благочестия. Здесь душа его проникла любовью, прониклась любовью ко Христу. Приехав в Оптину пустынь, будущий подвижник познакомился со старцами Львом и Макарием. Беседовал с ними, после чего принял решение остаться в Оптиной навсегда. Там, в августе 1849 года, он принял монашеский постриг с именем Илларион. Из его жития мы знаем, что, еще будучи миром, помогая своему отцу в партняжном деле, он соблюдал все установления церковные, посещал богослужения, ревновал о чистоте православия, боролся с расколом, что даже отражено в песнопении, в тропаре святому. Видно, что старец ревновал о Христе, ревновал о благочестии, не только в личном своем подвиге, но и помогал окружающим. Секретарь Воронежского и Пархиального управления протеерей Андрей Скакалин огласил обращение главы Воронежской митрополии к участникам и гостям торжеств. На протяжении 20 лет отец Иларион нес послушание и леника преподобного Аклакария, всей душой впитывая пример его богоугодной жизни. Самоотверженное следование по пути евангельских заповедей сделали сердце смиренного подвижника, вместилищем в Боге дарованием у Госпятаго. Дар исцеления душевных недугов, которым наделил Господь всех преподобных оптинских старцев, в полной мере усвоен был и преподобным Иларионом. Его духовный путь возрастания, молитвенного стремления к Богу, и закончился, конечно, его прославлением в веке святых. Для нас очень отрадно, что такой великий человек, духовный человек, родился на нашей земле. В 1996 году преподобный Иларион был причислен к ликуме сночтимых святых Оптиной пустыни, а в августе 2000 года юбилейным архиерийским собором Русской Церкви прославлен для общецерковного почитания. Поздравляю всех с праздником Илариона Оптинского, желаю счастья, здоровья и любви. Без любви к ближнему никак. Этому надо учиться, это очень тяжело. Только на примере наших святых мы можем как-то ориентир держать. Ну и, конечно же, без молитвы мы тоже будем слабоваты. Я желаю, чтобы все жили в мире и согласии. После божественной литургии для участников и гостей торжеств состоялась экскурсия по местам и храмам, которые в начале XIX века посещал и в которых молился преподобный Иларион. Хотел бы еще...